Ну я думаю, мы все должны так сделать. Похлопали друг к другу по кругу. По кругу друг к другу. И с этого прекрасного момента мы начинаем наш нестандартный, ответвленный выпуск игрового батискафа. Как видите, в не совсем стандартной компании, потому что Юра немножечко приболел. Посидел и немножечко раздался в животе. Да, и валяется сейчас он в Беляево, но мы решили, что... Блин, чувак, я только что как бы пытался сказать, что я Юра на самом деле просто сделал операцию по смене личности, а ты взял вот сюда. Ты палишься, ты палишься, ты никак не прокатишь за великого Юрия Алексеевича. На самом деле, пусть мы сегодня не помним, что стало, но это все еще 30-й выпуск игрового батискафа, который берет. Я еще на юбилейчик даже попал. Да, да, да. И мы просто нашли алкоголика на замену. То есть, в принципе, по сути, ничего-то не изменилось. Но решать, конечно же, вам. Да, вот так. Так вот, собственно, о чем мы сегодня разговариваем? Поскольку Виктор у нас тоже отлично разбирается в играх, и чуть не хуже Юры, и у него даже вкус в играх нормальный. Не то что. У Юрца. Я тоже люблю GRPG. Ну, ты знаешь, вот тебе Homefront понравился. Так, давай, не будем о грустном. Вот. Так вот, о чем говорим мы сегодня? Ну, во-первых, появились слухи об обновленном Xbox. Сегодня будет только у тебя уникальная возможность обсуждать Xbox. Сами с собой. Да. Потому что Юридерс не поддержит. Да. Потом поговорим о том, что в Ласт Гардене появилась, ну, по Ласт Гардене появилась большая статья в журнале Edge. И они, насколько я понял, обещают, что она все-таки выйдет в этом году. Да. В общем, вот об этом поговорим. То есть, у Дрейка будет конкурент на звание игры года. Новые вакансии id Software намекают на продолжение Quake. На перезапуск. Я буду тебя сегодня постоянно перебивать. Хорошо, это нормально. Потом создатель серии Elite Beat Agents хочет воскресить серию, но на Nintendo NX. И на опасном дне у нас сегодня экранизации игр, которые не стоит, наверное, экранизировать. И о том, как компания Fox слегка вот это, путает берега. Вот. В общем, начнем. Warcraft же вроде не Fox снимала, ну ладно. Но мы не по Warcraft. Все поймешь. А где... А, я должен сказать. Погружаемся. Игровой батискав. Лучшая со дна игровой индустрии. Ну, вот. Собственно, начнем с любимой темы черного Microsoft. Да. Так вот. У тебя же не так звук случается с другим звуком, я знаю. Собственно, Катаку и Полигон, вообще, противно, написали о том, что вроде как разрабатывается новый Xbox, кодовое имя носит Xbox, Scorpion, ну, Xbox One, да. Так вот. Что обещают, собственно? То, что сила и мощность, вот главная тема при проистирании, Xbox Scorpion. То есть теперь парты будут только на Windows 11? Да. Согласно попавшим журналистным документам, PlayStation 4 Neo будет располагать пиковой производительностью в 4 и 14 терафлопс, а вот разработчик Xbox Scorpion ориентируется на 6 терафлопс. В общем, на самом деле, непонятно, к чему такая производительность. И что она вообще значит. Да, ну, то есть, как бы, ты же не все тут как-то делаешь. Да, чем больше циферка, тем моднее. Это как говорили, что у PlayStation 3 сколько? 8 процессоров было. Хотя по факту оказалось, что на самом деле они работают, там, каждый из них, поскольку в четверть своей мощности. Ну, это как, ну, это 64. Прошу прощения, не процессоров, ядер, ядер в процессе. Но при этом, как получилось-то, на PlayStation 3 в свое время сумели собрать из-за них кластер суперкомпьютера? Нет, я не спорю, я всего лишь за вот эту вот погоню за цифрами, которая мне всегда казалась немного странной, мягко говоря. То есть, да, ну, для начала, я считаю, что Xbox нужно просто не гнаться за производительностью, а начать выпускать эксклюзивные игры, которые не будут покидать пределы по форме. Бинго! Вот. И тогда все начнут покупать Xbox One. Таки да. Таки даже я это поддерживаю. Потому что, да, мне очень понятно, зачем покупать Xbox One, даже если он выдает 6 терафлопс, если все тигра ты можешь проходить на ПК. Ну, может быть, для того, чтобы собрать из Xbox 1.5 кластер? Да. Привет, кластер! Нет. На самом деле, на самом деле нет. Проблема-то в чем? По факту, да, по сути-то, насколько я помню, по техническим характеристикам Xbox One и PlayStation 4, они, в принципе, равны. Ну, одинаково. Абсолютно, да. Проблема у Xbox'а только в том, что у него какой-то другой тип оперативной памяти, который работает гораздо медленнее, чем у PlayStation 4. В которых тонет Игорь. Да, в которых тонет Игорь, и из-за этого, собственно, производительность хуже. Но дело даже не в этом. Дело в том, что Фил, Фил, Привет, Фил. Где мои эксклюзивы, Фил? Я прошел все твои эксклюзивы, я хочу еще. Где игры, Фил? Я больше скажу, я прошел все твои эксклюзивы за два дня, на которые мне Хуан дал бейся. Вот, жди, жди E3. Ну, блин, E3. И там, возможно, ты обрящешь еще какие-нибудь игры, которые под Новый год перезапустлены на ПК. Да, еще больше игр по совместимости с Xbox 360. Нет, это, конечно, хорошо, но... А где игры, Фил? Фил? Где игры? На самом деле, да, забавно то, что сейчас все такие хорошие новости, которые касаются Microsoft, это те, что... Ну, по обратной совместимости спустили эти, 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 эти игры, и теперь можно играть. Нет, еще какие игры по Xbox Live'у раздают? Ну, да, и все. Симулятор козла. Те, которые ты давно-давно уже видел. Я не видел симулятор козла, кстати, я бы даже его не стал бы... Нет, подожди, а там есть этот вот симулятор козла ММО. Там в ММО можно играть за микроволновку. Так, я что-то пропустил в этом месте. Я даже не хочу в это играть, потому что это вот, вот это вот сратое инди-говно, оно вот и убивает рынок игр. Понаделают тут симуляторов хлеба козла и говна, потом разжигаются хлебушек. В общем, если возвращаться к теме, то как бы, ну, в целом это как бы... Я понимаю, почему они это делают, как бы совместно с PlayStation 4, потому что производительность в этом поколении, ну, очень сильно ушла вперед по сравнению с прошлыми. И консоли сейчас пытаются догнать по производительности ПК и как бы снова предложить такой универсальный корпус, так сказать, в который ты можешь вставлять диски, играть в игры. Но, б***ь, ну, как-то это рановато. Ну, совсем. И по факту это не перезапуск поколения, это пинок поколению, вот такой немножко вперед. И мы помним, что это было. Кстати, мы что-то делаем не так. Давайте потыки, мы палочкой, потому что не умерли. Мне на самом деле, знаете, чем напоминает ситуацию, допустим, как было с картриджами расширение памяти для Cine Saturn, например. Ну, подожди, это было... Это было изначально задумано, еще при проектировании приставки. Или как на Nintendo 64 добавляли, да? Да, Expression Pack. Но здесь это просто все в более таком развернутом виде. Я к тому, что, кроме некоторых отдельных проектов, это было не особо нужно, как и сейчас. Посмотри на тот же Uncharted 4, посмотри, какую он выдает картинку. И, по-моему, производительности более чем достаточно. Опять же, не хочу разводить Holy War, там, ПК-консоли, но покажите мне просто на ПК, до производительности которого не могут дотянуться консоли, графин уровня Uncharted 4. Тогда, может быть, будет смысл. Сейчас тебе там в комментариях скажут, что, да вот, синтетические тесты говорят, 3D, 3D маркетинг. Вот я про это и говорю, что вы его покажите. Покажите? Игр нет. При том, что на ПК, как бы, я тоже играю. Я вот в Dark Souls 3 играю на ПК. И любишь больное унижение X2? Играть в Dark Souls 3? Я люблю цену Slash 2. В общем, если честно, реально, мне все-таки эта затея кажется сомнительной, что для PlayStation, что для Xbox, потому что, непонятно, во-первых, что будет со старыми играми, что они как бы, они смогут, эта картинка будет апскейляться, она автоматически будет. Мне кажется, это будет Nintendo, Nintendo 3DS. Но ты понимаешь, что у Nintendo 3DS есть эксклюзивные игры, которые не запускаются. Две. Ну и здесь, скорее всего, здесь консоль будет та же самая ситуация. Но они есть две. И если HD ремейк, HD ремейк, HD ремейк, HD ремейк, Uncharted, например. Это то, чего я хотел от нового поколения консолей. Now you are Drake. Да, то же самое, как Xenoblade, который был на Wii, он теперь на New Nintendo 3DS ремейк, ремейк. Он там все равно говно. Нет, это второй вопрос. Ты спрашиваешь про игры. Хорошо, будет три эксклюзива на PlayStation 4. В случае с Xbox One один. Короче, и то недолго. Хейлос! Это Halo Guardians Ultra HD. Halo Nintendo Guardians Ultra HD. Какой-нибудь Halo Wars 2, да. Потому что Xbox One не потянет такую стратегию. В общем, это реально очень странно. Мне это не нравится. Это напоминает все то же самое, что делала, блин, все время Sega, выпуская этот свой сраный 32X. Sega CD. Посмотрите, где сейчас Sega. Она делает игры для писсуаров. И ей норм. Кстати, из ремейк нового Соника в Твиттере Соника. Я боюсь, что это вот мемы из серии GATA GO FAST сейчас надо просто заряжать. Потому что, ну, когда был последний хороший Соник? Generations был последний хороший Соник. Generations был очень прикольный, мне понравился. Там с удовольствием. Хорошо. Я как-то вот надежды нет в то, что будет хороший Соник. Не надо нового Соника, пожалуйста, я уже не устану это повторять. Прекратите труп синего ежа. Он уже и так несчастный. И так синий. И потасканный. Либо, если эти, то делайте это правильно. Ну, они это и делают правильно. Нет, они делают, мне кажется, высасывая, пытаясь высасывать бабло. Как я сегодня услышал у одного из ютуберов через пакет от пятерочки. Возможно. Но это правда супер грустно, потому что мне не нравится короче эта тема. Никому бы не понравилось, если бы вы х***ли через пакет от пятерочки. Это логично. Это да, вместо того, и это к Соне тоже относится, вы не гонку вооружений устраиваете, а вы игры выпускаете. И всем будет радость. И всем будут довольны. Это правда. Ну, и в общем, на этом, я думаю, можно закончить. Потому что что еще обсуждать? Ну, как бы, на самом деле, что? Сейчас, по факту, как бы обсуждаем такую достаточно пустую тему, потому что E3 уже близко. Да. И там мы все узнаем. Но мы же не можем обойтись без что там у Microsoft. Другое дело, другое дело, что если все-таки этот слух действительно подтвердится, то Phil Spencer все-таки окончательно получит, в моих глазах получит репутацию х***я Бола, потому что все-таки он уже обещал и говорил, что типа не пацаны, мы никаких обновленных версий консолей делать не будем. То есть, если он выпустит Slim, вот это будет забавно. Slim, ладно. Теперь он будет не как кассетный магнитофон, а как DVD-плеер. Вот, на этом перейдем к следующей теме и поговорим немножко о другом многострадальном проекте, но для Sony в этот раз многострадальный The Last Guardian, который долго разрабатывали, отменили, закрыли, перезапустили, перенесли на консоль следующего поколения. Кстати, убили, между прочим, на минуточку. Я никогда не встану писать, убили The Last Guardian наши журналисты. Именно наши журналисты с G-Box на E3 слили о том, что, типа, якобы The Last Guardian отменен, но сейчас мы поговорим о другом, потому что появились новые данные, потому что здесь уже не писем по Вадимилюна, а все-таки в журнале Edge на обложке появился Last Guardian и появилась статья, в частности, интервью с Фумитой Эдой. И новость из завтрашнего дня уголен главный редактор журнала Edge. Собственно, он, во-первых, сказал, что теленок, ягненок, собачка, птичка, чем бы это ни было, пернатое животное, его нельзя назвать питомцем главным героем. При этом он усиленно помогает во всех роликах главному герою, но он не питомец. Он у меня ассоциируется, знаешь, с драконом из мультфильма как приучить дракона больше, чем с питомцем. Да, ну, знаешь, на самом деле, если его нельзя связать с питомцем, то мне кажется, что, скорее всего, якобы, как он находит вот это... Видно, что это детеныш какого-то животного митического. И главный герой наверняка его находит, пытается вытащить, они вместе объединяются под натиском судьбы, и потом просто друг к другу привыкают тихоньку и становятся, скажем, друзья. Ну, и, собственно, фуми-то это как раз говорит, что они больше как компаньоны, они постоянно взаимодействуют, и именно так... Ну, и... Тут даже такие моменты, что в зависимости от того, что вот трика на уме, трика, это так будут звать монстра, на уме меняется даже цвет его глаз, например, если они слегка розовый, он осторожен, или разве не... То есть, видимо, надо еще будет наблюдать за ним, чтобы он тебя не отгрыз, там что-нибудь... Стелс, но только не над головой врагов, а в глазах компаньона. Да. рассказали про одну механику геймплейна. Это зеркальный щит, последствием которого можно перенаправлять свет на различные элементы окружения. Трика реагирует на задную световую отметку, выпуская в ее направление из своего хвоста разрушительную красную молнию. из-под своего хвоста. Смотри, уснул. А вот, пиздец. В общем, не знаю, непонятно, все еще звучит очень странно. Вы правда это ждете? Да. И ты знаешь, несмотря на все вот эти громкие щиты, хвосты и молнии, ты знаешь, что все равно в голове рисуется какая-то ассоциация с Legend of Zelda и отражением того же света и так далее. Скорее всего, за всеми этими громкими словами будет стоять уже проверенная временем механика. Мне кажется, за этими словами будет стоять морально и физически устаревший проект, который нужно было выпустить уже очень давно. Это будет такой Duke Nukem Forever 2. Я не согласен, потому что классика не стареет. Возьми ту же Legend of Zelda Link to the Past, которая выпущена была для Super Nintendo в 95-м, если я не ошибаюсь, и которая до сих пор играется, вот ты ее сейчас запустишь, ты не сможешь оторваться. И это подтверждает еще то, что буквально сколько, два года назад уже получается вышел Link Between Worlds, который по факту с небольшими расширениями, скажем так, возможностей является тем же самым Link to the Past, он зашел и он офигенный. Мне кажется, что здесь точно такая же ситуация. Ну, опять-таки, ты понимаешь, что-то сложно выйти, это проект с очень тяжелой судьбой, и все-таки Fumitway ты играл в предыдущей судьбе, ты играл в Aikov, Shadow of the Colossus, тебе это нравилось? Shadow of the Colossus нет, потому что это значит, что это точно такая же ситуация, как и с предстоящей игрой Cuphead, которую я, с одной стороны, очень жду, а с другой стороны, не очень, потому что это будут сплошные босс-файты, и Shadow of the Colossus по большому счету тоже одни сплошные босс-файты. Мне это кажется, немного странно. То есть, ты по пустому полю скачешь, по сути, да, босс, ничего не происходит, пока ты не увидишь, что это вот в хренове за кадром. Да, поэтому Shadow of the Colossus нет, Айка прикольный, да. Хотя, вообще, обычно наоборот, обычно наоборот, людям не нравится Айка, потому что она была слишком простая, слишком топорно сделанная. Не знаю, прикольная. А Colossus, они вот брали именно вот, масштабно. Колоссы были очень красивые для своего времени, да, но по факту геймплея там, ну, как по мне, его там нет. Так вот, ты понимаешь, я вот лично опасаюсь, что то же самое будет с Glass of the Dragon. Слушай, ну, ты же, точно так же, как и я, видел ролик, который показали в прошлом году на E3, если я правильно понимаю, и там, по-моему, совершенно четко было видно, что геймплей там есть, то есть, что это вот очень похоже на тот же Айка. Ну, очень хочется надеяться, что... Ну, по крайней мере, на это было очень похоже. Да, да, я очень на это надеюсь. Ты год, Андрей, как тебе-то? Что? Ты будешь ждать? Он же только, что вырос в Айке, вот это и руководство. Я чуть не заснул, пока ты описывал то, что ты... То, что предстоит видеть в этом замечательном проэкте, поэтому нет. Ну, блин, это правда. Опять-таки, я говорю, я с большим подозрением отношусь к играм, которые делаются очень много лет. Именно не франшиза замороженная, а именно какой-то проект делается много лет, она не успевает идти в ногу со временем. В общем, Андрей боится очередного Дрюкни Хим Форевер. Если бы сейчас был Юра, он сейчас бы начал кричать, что Дрюкни Хим Форевер на самом деле за***. Ну, ему и Хоум Фронт понравился. Это да. Мне тоже в некоторой степени понравился Хоум Фронт, но в некоторой степени. Достаточно извращенный, хочу сказать, но понравился. Но эта тема, как бы, для другого раза. Мои вкусы очень специфичны, да, вот этого? Kind of. Знаешь, это просто был первый раз, когда я на стриме, просто в середину стрима сказал, чуваки, давайте поиграем в Doom. И просто переключил на другую игру. Так, говори громче сейчас. Хорошо. Ну и вот, на самом деле, на этом, я думаю, тему Славдаден может закрыть, потому что, действительно, мы до сих пор, не знаем, если вы видите, надеяться на этот проект, я до сих пор скептически отношусь к нему, а Андрей вообще не понимает, какие проекты могут существовать. Вот. И прежде, чем перейти к следующей теме, которая будет касаться непосредственно компании id Software, я хочу сказать то, что мы не можем провести выпуск без юрца даже, если юрец отсутствует. Мы вчера были на презентации линейки компьютеров Acer Predator игровой серии, и она была совмещена с презентацией дума, такой поздней презентацией дума на PC. Мы сняли небольшой отчетик, там только я юрец, потому что Андрей работал, Витя работал. Ну вау, у нас много свободного времени. Да, да, у нас много свободного времени. Поэтому вот сейчас мы вам презентуем небольшой отчетик. Впервые в бодискафе у нас такая врезочка. Продались. Просрали. Просрали подкаст. Мне даже за это, кстати, не заплатили. Никому не заплатили. Хочу, тебе толстопку привезли и подушечку. Она даже не думовская. А мне даже ничего не привезли. Я против. Просрали шоу. В общем, смотрите мне периферии. Там компьютеры, ноутбуки, и периферии, мониторы, там все вот это. Собственно, они показали все, совершенно все, БК. PC Gaming. Only and Forever. Те, кто так считают. Так считают. Вот. Мы выслушали. Нам очень спрашиваю понравилось. Да, подсказываешь презентацию. На самом деле, я вообще эту линейку уже видел раза два наверх. Не говори, а то если будут показывать четвертый раз, то может не позову. Вот. Не, на самом деле, я давно пользуюсь рейсером, но я не знаю, я не вижу особого смысла в игровых устройствах. Вот реально. Особенно мне, меня не понимаю, зачем нужен игровой планшет. А, ну я тебе скажу, в Angry Birds играть. Особенно, мне очень нравится, у них значит, есть игровой планшет, в нем, значит, два вибромотора, потому что, как они сказали, геймеры очень любят вибрацию в видеобиграции. Да. Но кнопок при этом нету. Да, они изобрели DualShock, но без кнопок. то есть, то, что людям нравится, наверное, в играх кнопки больше, чем в вибрации, ну, здесь люди не подумали. Ну, это ладно. Те, кто играет, слушай, даже китайцы делали планшеты на андроиде, еще, наверное, года три назад, как были кнопки и аналоговые стики даже. То есть, знаешь, все было тогда для удобства сделано, в основном, для эмуляторов, плюс там можно было еще биндить кнопки, так как удобно, по этим, по виртуальным, и все работало нормально. Сейчас, видимо, ну, кому нужны портативные консоли, когда можно играть на телефоне. Не, ну, вот показали прекрасный компьютер, огромный, мощный, похожий на, я знаю, на Оптимуса Прайма, что вам зовут? Не, его можно вешать наушники, самое главное. У него специальная, такая штучка. И это всего за 120 тысяч рублей. Да, поэтому я считаю, что тут лично мне было бы очень интересно посмотреть на то, как на максималочках на ПК работает Дум. Ты, кстати, поиграл в Думчик? Ну, это Полин и ПУ. Жара и Юль. Я в Думчик не поиграл, потому что кто-то занял мое место. По-моему, это кто-то был Николай М. Губанов. А, ну, подожди, Колин не играл. А, то есть он просто занял, а потом ушел? Ну, видимо... Вот так вот они и делают эти. Ну, кого за сотни, что-то не за тебя. Да, на самом деле то место, которое занял, на самом деле, Данис с сайта ШАЗУ, он выиграл, конечно, проще. Молодец. Да, получил коллекционку Дума. Я не знаю, что в ней уходит, но коробка довольно большая. Итак, Данис, ты выиграл Думчик, да. Вот, собственно, мы с Ютцом пока на улице обсуждали это. Ты устал посмотреть, что там внутри? Нет? Очень тяжел. Во-первых, в Overwatch, что прикольно, в Overwatch коробка сама по себе огромная, и дизайнерская раскрывается в несколько вариантов. В общем, мануал, было собирать. Я бы тоже посмотрел, на самом деле, на коробку Overwatch и на внутренне коробки Overwatch. Мне никто ничего не дал. О, Петро, стилбокс с игрой. Ну, Думчик. Вот стилбокс, кстати, прикольный. Вот опять, почему не сделали оригинальную обложку игры вот такой, с ревенантом. Вот это нормально. То, что финальный арт, ну, ну, такой. Вот он, красавец. здоровый. Здоровый. Еще и с батарейками, смотри, у нее там что-то светится. Сказали, что он будет светиться. как говорила Катя Самбук, а сегодня наши рубрика анпакинг. Анпакинг. Да. Красота. Страшно удержать. Зачем открыл, ты мог бы порадовать через три года. Она уже была открыта. Да, да. Вот тогда, вот тут ее и отдали. Почему? Короче, можешь упаковать обратно и продать потом как минт. О, нифига, нифига, нифига. Подожди, 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 подожди. Коли снимает, Коли снимает. И сразу сбежали. Все сбежали. Что вам на шазу вашу ревенанты про нинтендо-то писать? Совсем. Он уже в большинстве. Он меня поддержает. Правда? Да. А вдруг я еще храню. Нет. Я уже дал. Из чего он сделал. Как тебе вообще мероприятие? Мне на самом деле довольно интересно всегда наблюдать за развитием PC-гейминга. Потому что, ну, как, наверное, все понимают, он идет довольно параллельно тому геймингу, который я обычно привык уделять внимание. Ну и... Не, ну, хорошо, что люди пытаются сделать PC-гейминг все удобнее и удобнее и удобнее. Однажды у них это получится, но за 120 тысяч меня Xbox One за 18 тысяч. И он умеет все то же самое. С другой стороны, я от себя хочу сказать то, что 120 тысяч это не предел для игрового устройства, но, конечно, цены несколько угнетают. Но, опять-таки, здесь ты переплачиваешь за бренд, за вот этот дополнительный софт, который на нем установлен. А игру потом скачиваешь в торрентах. Да. Вот надо ли это кому-то, это другой вопрос. Так что, не знаю, это надо решать тем, кто собирается покупать себе игровые устройства. Ты собираешься покупать игровые компьютеры? Нет. Вот, значит, это немного не для нас. Хорошо, так вот, как тебе Doom на ПК? Doom на ПК на самом деле выглядит наверное так же, как Doom на консоли. А как же там двойная 1080 GTX? Слушай, я не знаю, нет, я посмотрел на него на большом изогнутом мониторе, ну, 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 как бы, ну, ок. Выглядит как Doom, в общем, вот так вот. Логично. Да, поэтому давай сейчас перейдем, немножко отойдем от Doom и пойдем немножко дальше. У IT Software недавно заметили новую вакансию, точнее, не в самом IT Software, а на сайте компании Снимакс Media. Удилась на работу в составе команды разработчиков, такими давними тайтлами IT Software, как Doom и Quake. И там вот Senior Physics Programmer требуется. И все вот так вот думают тоже, как бы, Quake, четвертый Quake это 2006, 2005 или 2006 год? В 2005 или 2004. Вот. То есть, как бы, давно было? Еще может быть, кстати, точно не Quake, а если уже известно об успехе Doom, а о нем уже известно, возможно, это Doom 2. Нет, это, скорее всего, это, скорее всего, Quake, потому что входят очень упорные слухи, что Бетезда ходят по издательствам игр и ищут издателей на регионы, именно Quake. И эти, как бы, слухи, в принципе, имеют место быть, потому что, как бы, на прошлый или на позапрошлой E3, когда после завершения конференции Бетезды показывался их пресс-вол, на котором просто явно прослеживался логотип Quake, и не один. То есть, там был Elder Scrolls, Doom, и как раз там затесался Quake. Ну, есть, есть Quake Live, я сомневаюсь, что его пиарят. Не пиарят, он живет на чистой органике, и, как бы, да, немножко другой проект. Так что, да, скорее всего, как бы на E3 нам тоже анонсируют Quake. Но каким он будет, вот это вот уже вопрос другой. Я думаю, что это будет такой же перезапуск, как их думают. Я думаю, что кармака больше нет в команде. Думаю, нет. Я думаю, что это будет киберспортивный шутер. То есть, ты считаешь, что они будут, вот они пойдут по направлению Quake 3 и сделают исключительно вот мультиплей. А, ну да, ну, как мы и в прошлом выпуске обсуждали, нам же мало сейчас вот Overwatch, Battleborn, там, каких-то там еще. Слушай, если из Quake'а сделают Mogu, то я сваливаю с этой планеты. Слушай, это абсолютно логичный шаг, потому что в BTS'е нужен киберспортивный шутер. И Quake, в принципе, как франшиза, для этого прекрасно подходит. Если они нормально отточат баланс сделать крутой геймплей, как бы, ну, Quake Con, простите, я так напомню на секундочку, проходит до сих пор. В каком году Quake 3 вышел? В 99-м? Да, да. Ну вот. Так что, как бы, ну, вы сами все прекрасно понимаете. В общем-то, да. Дело живое, здравствует, и людям нужен новый Quake. И я подозреваю, то есть, как бы, действительно, тут есть два пути. Либо это будет вот этот качественный перезапуск, как это было с Doom'ом, то есть, это будет либо Quake 1, либо Quake 2 с Strogos'ами. Или, как он мне кажется, второй. С Strogos'ами. С Strogos'ами. Либо это будет киберспортивный шутан, но я ставлю на киберспортивный шутан. Сюжетку они только что выпустили. Я всегда писал, что Strogos'ы это жители Строгино. Возможно. Компания Stodion Expert. Да, таких с пулеметом. Вот, но на самом деле, опять-таки, здесь, мне кажется, ничего не остается, кроме, как ждать E3. Потому что такой анонс, скорее всего, если выкатить, то выкатить на E3. Потому что когда бы как-то глупо будет... Вообще, на самом деле, сейчас так сижу, думаю, ну, это реально сраный выпуск. Мы сидим, вот эта вот неделя прошла, по сути, в информационном вакууме, и не происходит, ровно что-то не е**а, потому что все готовятся к E3. И в информационном поле нет ничего, и это прям... Игровой батискап, умеем высосать новости, даже когда их нет. Из 21-го пальца. Вот. За это можно, по-моему, вакуумный информационный выпуск с минимумом информации, то вот вам интересная затравочка. Юрец, кстати, жалко, что его с нами нет, он сейчас очень радовался. Но так сложилось обстоятельство. может, звонок другу? Нет. Я думаю, Юре нужно приложить просто подорожник. Да, налицо. Вот. В общем, Elite Beat Agents. Недавно почему-то так вспоминали, все им даже на полигоне появлялись ролики, посвященные Elite Beat Agents. там создатели серии показывали Осу, например, игру вот эту, которая на компьютерре, потому что я не в курсе вообще, что он делал в Love Guardian, я сейчас так же буду делать. Ну, подожди, реально, мне странно понять, как ты про это не слышал, этого не видел, потому что ты на GBX тоже сидел, блин. А, 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 Б. Так вот, собственно... В общем, для тех, кто не знает, Осу это такая ритм-игра, в которой ты должен отстукивать на игровом поле ритм по кружочкам, либо там вводить стилусом или пинусом по экрану в ритм. Водить по кружочкам. В общем, игрушка достаточно залипабельная, по итогам как бы вышла такая фанатская версия на пикахе Осу. изначально вообще вышло в Няпонии две части, то есть изначально была серия Осу Татакай Оэндам первая часть, потом вышла Мойерон и Киацу Ритм Дамаший Осу Татакай Оэндам 2. Вот это я сейчас какие-то выговорил, я не представляю. В Америке вышла только одна часть, которая называлась Elitebit Agents. Долго ходили слухи о том, что выйдет вторая часть Elitebit Agents 2, но она так и не вышла. И вот Кичи Яна, это создатель серии... На Кичи Нравец похож. Да, практически. Кстати говоря, можно я в этом выпуске передам привет Амико? Привет Амико. Отлично, да, привет Амико. Привет. Он сказал, что ему очень обидно, что сиквел игры не было и он хотел давно хотел исправить эту ошибку и ждал подходящего времени. И вот когда ему показывали соответственно Осу вот этот компьютерный, он сказал, что вот именно этого он мечтал. То есть ему нравится сама идея, то, что сообщество само создаёт музыку новую, это ещё как новый пантерный вот эти и игра развивается и существует гораздо дольше за счёт сообщества. Это очень круто. Это как сообщество модеров возвращаясь к не только что обсуждённому обсужденному. В общем к тому, что мы только что обсуждали. Я про id Software. Да, квит Doom. Так вот и собственно идеи на самом деле вернуть Elite Big Agents у него есть. или хотя бы Osta такая у Undone три. И он пишет, что он в хороших отношениях с Nintendo и вот когда он почувствует, что пойдёт новое время, он выпустит новый звук. Хочется надеяться, что он уже чувствует, что это время подходит и на NX все мы получше. Потому что давайте будем честными, сейчас поколение VU и 3DS хороших ритм-игрных в этом поколении Rhythm Tiff был Rhythm Tiff неплохой. И то, он среднячковый. Был Hyper Hero. Был Harmonite тоже такой вполне среднячковый проект. Хороших, классных. Ну вот выйдет Rhythm Heaven Megamix. Это сборник мини-игр. Это сборник из всех предыдущих частей. Нет, там будут новые. Я имею ввиду, что механиковые игры все равно другая. Ну да. Но она все равно крутая. Нет, она крутая, с этим никто не спорит, но она все равно другая. Это сложно назвать ее заменой полноценной. Ну это да. Я например лично был бы очень рад увидеть Elite Agents новый. Потому что игра действительно классная игра. Она и про фан и про скилл. Если хочешь задрачиваться пожалуйста, там есть максимальный уровень сложности виталл-эбилл. Это мне напоминает в нынешнем поколении все тайка, но тайка только у японцев. Вот это напоминает автомат, который я видел в Gplay кафе, где целая куча импочек и я там с тремя с четырьмя ездить скотавлялся. Open фитер какой-то такой. Да-да-да. А потом я видел девочку, которая по всем двенадцать вот так вот играет. Ну да, но можно исполнить осу татар... Тайка на татсиджу. Тайка на татсиджу. Тайка на татсиджу. И вот идея, но на ДС-ке была она прикольная. Там же... А ну, на 3-ДС-ке как бы есть прикольная. Но на 3-ДС-ке у нас уже не поиграть. Там же в комплекте даже шли... Там же хватит делать региональную защиту. Там шли две барабанные палочки в комплекте. Вот это было клёво. То есть ты вместо... Ну вот Витя, я вижу, опять задумался. Тайко это симулятор игры на барабане. Спасибо Кэпу. Я не настолько потерянный. Ну блин, ты не знаешь Elite Beat Agency. Это уже как-то немножко настораживает. Хорошо. Ты знаешь, понимаешь, что из-под барабана... В общем, это... Тебе нужно провести ликвес. Не особо, потому что я на самом деле совершенно не фанат ритм-игр. Я уже, кстати, говорил это в одном из своих роликов. В том плане, что я даже не понимаю, что такого хорошего люди нашли, допустим, в катапон, которая считается вообще там одной из культовейших тоже ритм-игр. Поэтому я не уверен, что мне понравится эта штука. Слушай, катапон это вообще на самом деле самое крутое в катапоне это то, что эта игра, которую никто не ожидал, она появилась из ниоткуда и она оказалась очень... Неплохой ритм-игрой. То есть она оказалась очень неплохой одновременно ритм-игрой и вот этим вот таким пошаговым пошаговым экшеном. И это прям так, ну прикольно. В общем, мнение очень оригинальное. Если бы катапон вышел бы сейчас, сказали бы... Индюшатина. Индюшатина. По-любому. По-любому. А тогда такого еще, слава богу, не было и типа... И тогда еще все выпускали на дисках, на картриджах и так далее. Да, хорошее было время. Так его не хватает сейчас. Да не, нормально. Время не слушать этих старых пердунов. Время вообще отлично. Единственный плюс, это когда вот я оценил, как раз с фисковым фронтом, это когда ты работаешь днем, у тебя есть с собой Vita, тебе присылают код на новую игрушку, на загрузку, и ты подключаешься с Vita, ставишь ее скачиваться, и когда приезжаешь домой, она у тебя уже скачалась. Но с другой стороны, если бы это был диск, я бы по дороге домой заехал, взял бы диск, и все было бы то же самое. Я точно телефон активировал, через приложение Call Station тоже можно. И чтобы она скачивалась, сразу начала рано, можно? Не поверите, не поверите, заходишь в Xbox Live на компе, вводишь код, приходишь домой, а у тебя уже игра установлена. Короче, один хребет то самое. 21 век нанотехнологии, вот это вот все. Это значит такая ситуация, как я вчера пытался пройти в метро, нанотехнологии 21 век, положил удаленно, через приложение, это с карточки денег на тройку, а там нужно приложить, короче, тройку к терминалу, который проверяет дату. И что ты думаешь, я подхожу, он мне говорит, не могу пополнить? Вот просто, я пшук прикладываю, не могу пополнить? Мне приходит смс-ка такая, типа, 300 рублей вернулись вам на счет на карточки. Это так. Нам технологии, а у меня денег, наличных нет вообще, а надо в метро попасть. Да, к сожалению, в московском метро до сих пор не принимают оплату по карточке, уже даже в Питере сделали. Я первый раз в Минске увидел, меня это безумно порадовало, а даже в Питере сделали, а в Москве нет. Ну, бывает. Бывает, ну, а между тем, Витя, Витя, комментарии оставляет на YouTube. Витя, популярный видеоблогер, если бы не знали. Хочешь, засчитаю его? Нет. Человек болен? Мне написали, чувак, ты болен. Типичный YouTube. Мамаму все тяжело больные. Мамкины эксперт. Привет. Вы такие классные. Пользуемся случаем. Возвращаясь к теме, в любом случае, Elite Beat Engines много не бывает, ритм игр сейчас действительно мало. Да. И... А хороших еще меньше. Хороших еще меньше, поэтому в любом случае, я вот, например, буду ждать, надеяться, верить, потому что... Это будет круто. Другое дело, что мне не верится в вот это вот... как это... UGC? Как бы User Generated Content. Потому что, как бы, на пике, ты это можешь делать. Что, собственно, на Ossu делается. Они просто пиздят чужие треки, делают подниму базу. а Super Mario Maker, чем тебе не пример? Нет, ну, конечно... Окей, хорошо. Нет, Super Mario Maker, ты из готовых блоков, которые тебе представляют Нинтенды. А, ты в этом смысле. Все, я понял. Да. Музыку, музыку где ты будешь играть? Да. То есть была... Ну, как в этом, помнишь, аудиосерф была игра, просто ты путри чекуток пружаешь. Аудиосерф вспомнил. Но она была на пика. Она была на пика. Мне кажется, он с тобой согласен. Да в рот его, еб***. Сраный пердон, без глушака. Вот. В дуду себе подуди. Как это? Сразу вспоминается серия Саус Парка про байкеров. Да. Вот. В общем, вот, вот. И самое главное это завести и стоять. Да. И даже так, да. Так вот, возвращаясь к исходной теме. Ждем, надеемся и верим. А мы плывем дальше. Мы уже на дно погружаемся. Я надеюсь, что сейчас мотоцикл уедет и мы спокойненько, в тишине, как и положено, на дне. Погрузимся. Так вот. Да, как раз мне уже на концерт скоро идти. Ну-ну-ну. Так вот, в общем. Да что, х**, что? Это замечательный человек. Обожаю. Вот. В общем. Ну. Я вот не знаю, во мне сейчас, как-то вот. Пошли его, с селфи-палками. Да. У меня нет моей с собой. Я не могу полезть, иначе все оборудование порушится. В общем, Влад, сложная ситуация, но мы из нее выходим. На дне у нас все. Еще и бензином завоняло. Надо срочно делать 4D YouTube, чтобы запах можно было передавать. 4D. 27D. Не знаю. Я вот, меня всегда интересовало, кстати говоря, про 27D. Ну ладно, 4 пространства. Ну ладно, 5-е запах. Откуда еще вот эти вот воображаемые 22 грани реальности? Ну это, ты не знаю, вещества употребляешь, они там, открытые стены. А, я понял, я понял, все, вопросы больше. Рассильное сознание. Ты знаешь, как-то просто приходишь сразу, там, фразиваешься, короче. и перед тобой появляется Пелевин. Ты поехал, наконец, друг, ты решил прокатить спор. И выиграет песня Ленинграда «Дорожная». Ехай, ***. Я предлагаю начать сначала, опасная штука. И вот, ехай, на ***, сказали мы мотоциклисту, и он уехал. Да, и мы погружаемся на опасное дно, где у нас сегодня уникальная ситуация. Я не был готов к этому. На прошлом деле появилось смешное. Вот, Витя, ты YouTube-блогер. У тебя когда-нибудь была ситуация, что ты загружаешь видос на YouTube, а тебе говорят, твое видео нарушает авторское право какой-нибудь компании. Нинтерд, например, очень любит этот вот такой. Типа, ты используешь наши... Само собой было, но, должен сказать честно, за исключением одной или нескольких, одного или нескольких случаев, в принципе, было за дело. Да. Ну, я имею в виду, там, за музыку, там, да, за кусок из фильма. Единственное, что было два странных момента. Я, во-первых, не понял, когда у меня практически полгода висел видос из Лондона, а потом за кусок из Шерлока мне его заблочили через полгода, а второй раз приехал мотоциклист. В общем, было. Так вот, сейчас, собственно, как я говорил, рекурсия. На Ютубе давно лежал ролик с игровым процессом игры Дабл Дрибл на NES. Это, если вы знаете, такой баскетбол. Да, конечно. Он очень похож на Блэйдз оф Стилл, кстати, но только баскетбол. Наверное, потому, что его делал на и то же филе. Блэйдз оф Стилл был клевый. Дабл Дрибл тоже классный. Так вот, что случилось с этим роликом? Лежал себе этот ролик года четыре, по-моему, лежал на Ютубе. А потом вдруг его нашла компания Fox. И такие, типа, о, класс, мы можем использовать этот момент в Гриффинах. Стылили этот ролик с Ютуба, вставили его в Гриффинах. Через буквально неделю, после выхода эпизода, этот ролик оригинальный забанили на Ютубе за то, что он нарушает права Фокса. А там есть прям четкие четкие знаки того, что это именно этот ролик был? Да. То есть, ты понимаешь, этот ролик, прям вот, есть эпизод, я его здесь шут. А, я понял, он геймплейный, и он один в один. Все, я понял, да. То есть, ты понимаешь, там такой, там, летсплей от Питера Гриффина, по сути, то есть, они сидят там и играют. Это здорово. И вот этот кусок с Ютуба, его забанили за то, что, блин, очень смешно, то есть, Фокс сам украл с Ютуба этот ролик, и этот ролик оригинальный забанил. Это как вообще? Это в каком, таком, возвращенном мире мы живем теперь, а? Добро пожаловать в 21-й век. Ваша. Я думаю, такой только в России бывает. Потом видос все-таки вернули, но автору за спи***нный кусок геймплея заплатили. Да. Помогили кое-чем. Это та же самая ситуация, когда кластер спрашивал, ребята, а как бы это нормально, что без указания всего кусок моего ролика с Ютуба, где он делал про умный дом, закурили на первый канал, как бы, и даже ссылку не сделали, просто написали видео с Ютуб, и оказалось, что юридически это законно. Ну да, по нашим законам, нет, сейчас этот закон дополнили, и пишут с полностью указанием авторства. Ну, хотя бы, хотя бы. Ну, тогда такого как бы не было, и всем было допи***нно. Ну, в любом случае, это чудная, прекрасная тема и анализ. Куда мы на х**н пришли? Здесь какой-то рай пердящих машин. Вообще удивительно, мы пришли в настолько стильное, молодожное, хипринское место, мы на Красном Октябре. Я никогда не думал, что вот эта вот оплотность чистоты может быть настолько странной, серьезной. Вот. Тема для опасного дна. Совершенно точно. Я предлагаю, на самом деле, сделать вам новую рубрику, внутри рубрики, то есть в опасном дне, по шкале, допустим, из 10 баллов, считать странность места записи подкаста. По шкале, по шкале Балтики-семерки. Вот, отличник. По шкале балтики. По шкале Балтики, 4 балтики-семерки есть. То есть, нет, 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 то есть, Балтика-семерка, например, это бар типа кружка. Нет, подожди, подожди, вот сейчас у меня, реально, у меня, знаешь, полторашка Балтики-семерки. Вот. Вот сегодняшнее место, мы в рейтинге, полторашка Балтики-семерки. Ахота крепкая. Ахота крепкая. То есть, смотрите, это будет, Балтика-семерка это кружка, Балтика-семерка Это фалафельное где-нибудь. Это я бы не фалафельное. Оттуда бы вы это слово взяли? Я знаю, что это, но я даже ни разу не видел обрустаемого. Я тебя понимаю. I know the feel, бро. Ну, в общем, давайте лететь дальше. Мы живем в чудном прекрасном мире, за которым мега-большие корпорации могут нагнуть вас и вы ебать жопу. А еще мега-большие корпорации могут экранизировать все, что угодно. Мать его даже Фрут Нинзю и Тетрис. И вот именно это не 1 апреля. То есть действительно в проекте, в производстве находятся фильмы по Фрут Нинзе и это еще хоть как-то можно понять. И по мать его Тетрис. Нет, вот мне наоборот. Я могу представить, как экранизировать Тетрис. Боёпик про Кажетного, да? Да, нет, нет. Можно сделать какой-нибудь упоротый арт-хаус в стиле, я не знаю, Yellow Submarines, Битлз. Наверное, скорее Magical Mystery Tour. Нет, Magical Mystery Tour он такой... Не упоротый вообще ни разу. Magical Mystery Tour, извини меня, это как бы по сути сборник просто клипов. Но каких клипов? Клипов на всю голову. А все-таки Yellow Submarine там прослеживается сюжетная линия. Ставь бой за бедлов. По поводу Тетриса, видел была замечательная картинка, я постараюсь ее найти, если не видел, скину тебе, чтобы ты вставил, где показывали, кто мог бы сыграть какие фигуры в фильме Тетрис. Нет, я этого не видел. Я постараюсь найти и скину тебе. Кто смог? Да, телеблог, вот. Короче, в любом случае, Тетрис я еще могу фуда бедно представить, как снять. Из Тетриса реально, если так заморочиться, можно, ну мне кажется, придумать что-то реально крутое. Что-то реально крутое. Но, мать вашу, что можно придумать во фрут, сука, ниндзя? Причем, кто сейчас уже помнит фрут ниндзя? Самурая с мечом, который бегает и рубит фрукты. Что там придумывают? Как ты это растянешь на 90-е минуты кронометража? Слушай, как ты? Андрей, Андрей, я тебе напомню, что хун-фу панду растянули на три полноформатных фильма. Как? Я смотрел только первый, он был достаточно прикольный. Да, но три. Я не смотрел ни второй, ни трех. Короче... Я до сих пор в хун-фу панде вот этот самый момент, который я напомнил, это когда гусь рассказывает панде, что он не его настоящий отец. Да, это была нормальная тема. И то есть все такие... Да ладно! Я понял эту девушку, у меня возникло ощущение, что она будто впервые из кружки выбралась. Я еще тебе говорю полторашка, балтики девятки. Полторашка, балтики девятки. По рейтингу девятки. По рейтингу игрового батискапа. По рейтингу игрового батискапа. Вот, отличное место. Так вот, называется Ваня Нальет. Ссылка в описании. Музыка много ссылок в описании. Я бы обещал, чтобы они нам сделали музыку тише. Хорошо. Полторашка, балтики девятки по версии игрового батискапа. Ссылка в описании. Красный Октябрь, центр Москвы. Вот, короче, все... А ты Д'Артаньян. Как я говорю, все нормально. Фильмы выпускаем. Ревизии консолей делаем. И Лид Витенджен ждем жопу жопу жопу. Юрец выздоравливай. И на этой прекрасной ноте, я думаю, можно нам подняться наверх. Спасибо, что были с нами. Не забывайте ставить что-то там. Вот там вот, справа внизу видео. Ставьте что-то там. Куда-нибудь там. Что-нибудь писать. Куда-нибудь там. Что-нибудь писать. Подписываться. Поздравляйте бутишкам с тридцатым выпуском. Писать комментарии. Подписываться, вступать в группу. До богини, кстати, осталось уже меньше двухсот подписчиков. Так что да. У богини, кстати, я вас разочарую, есть мужик. Спойлеры, Андрей, спойлеры. Я, как обычно, удивлен, что кто-то досмотрел это до конца. Если досмотрели, как обычно, ставьте хэштег, чтобы я знал, что вы можете. Да ты по ютуб аналитике просто можешь посмотреть, сколько народ досмотрели. Ну это же не интересно. Нужен интерактив. Ладно, короче, спасибо, что снова были с нами. Извините, если что не так. Хотя нет, не извините. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok